всем привет сегодня мы с вами посмотрим как вас в будущем видит вселенная каким человеком успешным удачливым или не очень если не очень тупо спросим совет обязательно да что сделать чтобы стать более успешным и посмотрим какой же путь вам еще суждено пройти в будущем и так как вас видит вселенная но вы вы станете спокойнее ваша жизнь будет более размеренно придет умиротворение придет жизненный опыт жизненный опыт вы взрослете морально карта умеренность и и правосудие это такой знаете колоссальный жизненный опыт какая-то мудрость это мудрость через дьявола к вам придет дьявол через что-то пережитое через какие-то оковы в которых мы когда-то оказались какая-то была ситуация вашей судьбе которая заставила вас морально повзрослеть вы как будто возмужали ваша жизнь разделилась на до и после после этой истории это разрушительная ситуация потому что дьявол дьявол разрушает все он сметает на своем пути все что-то сгорело дотла было понимание что вернуть это нереально но здесь какой-то враг соперник до столкновение интересов могло быть но вы отказались от этой борьбы вы сознательно ушли от этого вы ушли в какое-то свободное плавание тройка пентаклей чему-то новому обучаться стали вы научились чему-то новому вас вынудили обстоятельства уйти из какой-то ситуации где вы могли находиться долгое время но какой-то момент дьявол начинает властвовать как бы выталкивает вас из тех обстоятельств и вы вынуждены для того чтобы остаться на плаву чему-то новому обучаться но видимо это сейчас уже вот это триада показывает ваше настоящее здесь уже есть четкое понимание того что вы не хотите вернуться в прошлое долгое время были сомнения возвращаться или нет потому что дьявол вас манил туда вы ушли но долго не отпускали какие-то связи тешили себя надеждой видимо да что еще туда вернетесь что все там изменится что люди изменят может быть мнение вас что обстоятельства как-то сами по себе изменятся но этого не произошло может быть вы думали что вас позовут обратно но не позвали и поэтому вы а добровольно уступили победу такая условная победа вашего врага я не могу сказать что здесь сто процентов победа победа в том что вы ушли вот в этом ваш враг недоброжелатель завистник победил но человеку этому не вдомек что вы то не проигравший или не проигравшие да вы просто абстрагировались от этой истории а абстрагироваться и начать какой-то свой путь обучаться чему-то новому это далеко не проигрыш это наоборот мобилизация силы это характеризует человека уверенного который не боится начать новый путь бросить оставить ту стабильность и начать учиться новому познавать что-то что-то новое вот этим вы сейчас и занимаетесь будущем вас будет большая победа но победа по королеве жезлов вашими руками это не будет какое-то счастье свалившиеся внезапно на вас нет это будет результат вашего труда вы будете на коне хотя быть может по двойке мечей вот кто-то в это сейчас не верит для вас а будущее сейчас какая-то тяжелая ноша глыба которую нужно сдвинуть с места вы понимаете что это нужно сделать до сдвинуть эту глыбу с мертвой точки на вас ждет победа у вас получится у вас получится сдвинуть эту глыбу еще одна вершина будет вами покорена вот так вас вселенная видит в будущем человеком победителем что вы будете иметь в будущем что будет ваших руках чем вы будете обладать вы будете обладать деньгами семерка пентаклей это долгосрочные финансовые перспективы то есть видите перспективы у вас будут работа будет деятельность какая-то которая будет приносить вам доход стабильный довольно таки но у вас будет работа творческого характера возможно потому что здесь нужно проявить креатив творческий подход неординарное мышление и через время вот это принесет результаты это выведет вас на новый уровень жизни вы станете совершенно другим человеком вас новый путь какой-то будет может быть работу поменяете и это будет работа возможно на себя по семерке пентаклей потому что человек занимающийся творческим трудом но это работа на себя до свой бизнес какой-то свое маленькое дело возможно будет очень быстрое продвижение восьмерка жезлов стремительная молниеносная это результат правильно выбранной стратегии вы угадываете момент и либо устраиваетесь удачно успешно на работу на ту должность которая действительно по энергетике вам соответствует да вам эта работа нравится она приносит вам удовлетворение соответственно деньги первое что должно быть работа должна приносить удовлетворение это не должно быть каторжным трудом для вас пребывание там да когда работа нравится когда ты планируешь все до свои дела на долгосрочное время то материальное само притягивается денежки сами приходят клиенты сами притянутся если вы например хотите открыть свое дело свой бизнес и переживаете как же раскрутиться да вы сумеете все сделать у вас правильно выбрана будет стратегия у вас будет быстрый стремительный прорыв и уровень финансовый ваш будет расти но не сразу все-таки семерка пентаклей кто понимает эта карта долгосрочных перспектив но потом когда вы сделаете прорыв уже до когда вы наработаете какой-то базис по карте колесница будет движение убыстрятся ваш темп будет возрастать и вас будет не догнать то есть вы оторветесь от конкуренции вы выйдете вперед опередив многих вот что значит верно выбор выбранная стратегия а давайте спросим у карт в чем заключается вот эта стратегия какой она должна быть чтобы когда-нибудь потом в отдаленном будущем все-таки ваше дело ваша работа принесла вам успех процветание и конечно денежки в чем в чем секрет да в чем секрет этой стратегии лично для вас солнце работа честным 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 трудом да зарабатывая деньги вот вот это ваше то что там по луне это все не ваше вы должны зарабатывать честным трудом открыто открыто демонстрировать себя свои способности свои таланты карта солнце говорит на хорошую энергетику что немаловажно что немаловажно в своем деле в бизнесе для любого человека транслировать хорошую энергетику на окружающих да и тогда клиенты будут приходить и тогда будут притягиваться люди имеющие денежки достаток да вам только такие нужны не те кто хочет там как-то бесплатно до получить от вас обмануть а именно те кто будет готов финансово вам заплатить за это одаривая людей хорошей энергией позитивом умением общаться да это большое дело это и есть восьмерки жезлов мощный рылок вперед еще в чем секрет стратегический ну вот и луна вышла ну во первых конечно по королю мечей это рациональный подход опять же да стратегическая карта мужская энергия сила характер знания твердость намерений конкретика целеустремленность работоспособность умение притягивать к себе нужных людей и отсекать тех кто хочет поживиться за ваш счет или нанести вам удар да конкуренты например конкуренты разные да и конкуренция разная бывает кто-то конкурирует более менее честно а кто-то старается обмануть подставить и так далее вот этот меч он должен быть всегда у вас на готове потому что надо будет отсекать или давать сдачи да тем кто не кто-то как подобное определен но что тоже suppose и развали и а И магия может быть по этой карте, да. Ну, то есть, готовьтесь к конкуренции, да. Но, опять же, стратегия, хороший базис, понимание своих преимуществ, умение выходить из вот этих щекотливых ситуаций, когда завистники давят на вас, стараются показать, что они вас опережают, да. А вы их догоняете, вот это вот нужно, ну, скажем так, проявлять гибкость, чтобы обходить это всё. И чтобы в итоге всё равно выруливать на путь своей удачи, на путь роста. То есть, постоянно доказывать другим, что вы не зря занимаете своё место. Ну, это жизнь, да. И сейчас мир такой, кто проявляет активность, кто отстаивает свои интересы, не подчиняется социуму, тот, в общем-то, и будет что-то иметь. А перспективы у вас неплохие. Вам есть, что дать этому миру. Если пока что нечего дать, вы сидите без работы и не знаете, чем вам заняться, и вообще чего вы хотите в жизни, вы не знаете. Ну, надо думать, да, надо как-то самоопределяться. Об этом расклад. А потому что пассивность равна нулю, нулевому результату. Вселенная слышит только того, кто имеет хоть какие-то эскизы будущего, хоть какие-то ниточки, за которые пытается удержаться, чтобы начать что-то глобально менять в своей судьбе. Еще одна карта. Стратегическая, да, опять же, карта характера, твердости, намерений. Четкость, ясность. Умение поддерживать достигнутый уровень, вот что немаловажно, да. Король мечей и королева мечей – это уровень, который вы должны удержать. Мало достичь результата. Гораздо сложнее удержать потом этот результат. Повторюсь, что здесь и конкуренция может быть жесткая, и действуют нечестно, и клиенты могут быть недобросовестными, да. Всякие люди будут на вашем пути. Но если вы держите в голове основную задачу, если вы понимаете, что вы несете определенную миссию, да, что вам это нужно, что вы делаете мир лучше, а значит, вам ничто не страшно. Понадобится умение поставить на место человека, который, скажем так, пытается вами манипулировать. Вот это тоже нужно будет. Что вам посылается свыше? Что вам будет послано? Независимо от того, что вы сейчас планируете. Какой сценарий будет дальше развиваться? Сам по себе, да. События, которые от вас не зависят, смотрим. Здесь судьбоносная встреча будет. Или какие-то судьбоносные встречи. Это ваш выход из какого-то пассивного положения. Кто сейчас в пассивной ситуации, да, в четверке мечей? Как будто человек залег на дно. Может быть, просто ничего не хочется делать. Может быть, обстоятельства складываются так, что вам трудно что-то начать, не от чего оттолкнуться. Встреча будет судьбоносная какая-то. Человек вам какую-то информацию сообщит, я не знаю, какую-то стимул от него идёт вам. Потому что после этой встречи вы эмоционально воодушевляетесь каким-то началом. Карта смерти. Вы ставите точку какую-то. Может быть, выходите из пассивного состояния, из состояния бездействия или какого-то бессмысленного ожидания по четверке мечей. Трансформируетесь, полностью меняете свой привычный мир после вот этой судьбоносной встречи. Человек вам, видите, посылается как стимул. Будьте готовы к этой встрече. Она изменит очень многое в вашей судьбе. Карта смерти — это, конечно, колоссальная трансформация. Это начало нового. Там, где было потеряно всё по карте смерть, всё-таки может быть такое, что вы что-то потеряли, кого-то потеряли. Какая-то потея, которая ввела вас в пассивное ожидание. И встреча судьбоносная меняет всё. Ещё что будет дано вам свыше, независимо от ваших сегодняшних планов. Колесо вашей судьбы начинает своё вращение. Колесо фортуны — десяточка жезлов. Вы проживали очень непростую жизнь. По десятке жезлов вы были рабом обстоятельств, в чём-то несвободны. Может быть, просто большое количество проблем навалилось. Полоса невезения, непонимание своей роли в этом мире. Это вас отягощало. Это преграждало вам путь. Это не давало вам встать на ноги и осуществить задуманное. Но вращение колеса судьбы становится тем самым моментом, точкой отсчёта, от которой вы… от которого, да, от момента начинается как бы новый отсчёт времени в вашей судьбе. То есть отсчёт пошёл, перемена будет. И переменные даже здесь, глобальные, кардинальные. Потому что колесо фортуны, да, это карта, меняющая всё. Посмотрите, здесь смерть и колесо фортуны отмирает что-то навсегда, что когда-то было для вас важным. Заканчивается в вашей судьбе пауза после этой потери, после этой тяжёлой трансформации. И меняться будет кардинально на ваш путь. Вы получите что-то, что-то, о чём давно мечтаете, семёрка кубков. Осуществление каких-то желаний. Это карта часто говорила, о, да, на дне колоды туз, жезлов. Вы как бы берёте себя в руки, да, вы начинаете управлять своей жизнью, своей судьбой. Такое впечатление, как будто до этого момента вами кто-то управлял, манипулировал. Вы не могли освободиться от этого. А здесь выход в самостоятельное плавание, и вам настолько классно, вам легко, вам хорошо, потому что исполняются ваши желания, вы этого ждали давно. Вы скажете себе, как же я долго к этому шла или шёл. А здесь как будто бы по колесу фортуны, да, из семёрки кубков. Желания одно за другим исполняются. Желания. Что-то одно осуществляется и как бы тянет за собой реализацию чего-то другого. вот это остановка вашей судьбе, ведь она была дана вам для чего? Для того, чтобы вы отдохнули. У вас был очень тяжёлый переход с одного пути на другой. Вы резко что-то прекратили, прервали. Может быть, сами, да, так решили. Может быть, обстоятельства вынудили это сделать. И получилось так, что вы оставляете один путь и быстро переходите на другой. Но начать на новом пути оказалось не так просто. Соответственно, вам нужна была пауза, чтобы остановиться, подумать, восстановить энергии, может быть, от каких-то иллюзий избавиться. И тут встреча судьбоносная, по колесу фортуны, кстати, подтверждение о том, что судьбоносная встреча меняет всё кардинально. И ваше зависимое положение по десятке жезлов, положение раба или жертвы ситуации, оно вас возвышает в том плане, что ваши желания начинают исполняться, потому что приходит для этого время, потому что встречается в нужное время нужный человек и даёт вам нужную информацию, которая станет стимулом для саморазвития, для роста, для какого-то начала, для начала перспективного семёрка кубков и колесо фортуны, перспективного начала, приводящего к осуществлению желаний, к исполнению задуманного. Ой, как классно! Прям замечательно! Такой расклад чистый, светлый, энергия очень хорошая, позитивная. Наконец-то перемены, да, вот как мы все этого ждём. Давайте ещё спросим у карт. Что же вам дано? будет, да, что вам дано, будет испытать в будущем, что будет вам послано, да? Ой, император, император. Какой-то человек по судьбе. Четвёрочка жезлов и карта император. Важный для вас человек, такой самодостаточный, серьёзный, чувствующий себя таким императором по жизни, да? Свободный внутренний человек, свободный от установок социума. Прочно стоящий на ногах, но даже здесь можно об этом и не говорить, император подразумевает этот момент как бы сам по себе. Но здесь он, видите, он как бы император своей жизни. Как хочет, так и живёт человек. Ему никто ни указ, ни приказ. Сломить его волю невозможно, манипулировать им невозможно. Он людей видит насквозь. Это крепкое, надёжное плечо, надёжный союзник, партнёр, любимый человек. У вас дружба, у вас с ним по четвёрочке жезлов какой-то перспективный партнёрский союз, взаимный энергообмен. Вы скажете, ну, наконец-то я встречаю императора, человека, с которым я могу взаимодействовать, я могу с ним быть спокойной или спокойным за завтрашний день. Я могу на него положиться, я могу ему довериться и опереться на него. Но по семёрке мечей, конечно, тут будет немало глаз на это всё. Тут кто-то будет в шоке от того, что видит, от того, что вам перепало. тайные какие-то поверховные жрицы, тайные завистники, враги. Видите, вселенная открывает, да, как бы предупреждающие карты здесь информацию такую нам дают, чтобы были на чеку, потому что тут, тут, знаете, кто-то остался в подвешенном состоянии вот из вот этих наблюдателей тайных за вами. Кто-то не удовлетворён тем, что он получил. Кто этот человек? Давайте будем дальше поглубже. Смотри, ой, мужчина, вот он, король кубков, да, какой-то мужчина, смотрите, который сам по себе водный король, человек закомплексованный, возможно, неуверенный в себе, такой, да, любитель приложить ответственность на кого-то другого, но при этом принявший какое-то огненное решение по тузу жезлов, да, взяв свою судьбу в руки и изменив что-то конкретно, начав какое-то дело новое. Но человек ушёл в какую-то другую сторону, вот этот. Он был не согласен, возможно, с вашими жизненными установками, с вашей позицией какой-то, и он как бы делает какой-то резкий переход на другой путь. При этом интересуется вашей жизнью, видите, как? потому что сам-то оказался в какой-то ловушке, в подвешенном состоянии. У кого-то проиграется, что это человек из прошлого, с которым были тайные отношения, потому что Верховная Жрица тайные отношения какие-то или какие-то общие тайны вас связывали, да? этот человек когда-то разбил вам сердце тройка мечей. так, ну, будет наблюдать, да? Будет наблюдать на итог, к чему вы все-таки придете, да? К чему вы придете? На какой путь вы выходите? по десятке кубков, конечно, это новый этап вашей жизни, вашей судьбе, кардинальные перемены выведут вас на путь наивысших достижений, на путь воодушевляющих результатов, на путь исполнения ваших надежд. Семерка кубков, помним, да, эту карту. Но через борьбу пятерка жезлов вы будете настолько ценить вот тот свой покой, который обретете по десятке кубков, умиротворение, спокойствие, размеренный образ жизни. Так будете это ценить, так будете благодарить Вселенную. Ну в общем, что забудете о прошлом, примите ситуацию прошлого как какой-то полезный урок, тяжелый, но полезный. Пятерка жезлов, соревнования, стремление доказать свою правоту, борьба какая-то, отстаивание своих позиций. Вы жили в постоянной борьбе. У вас каждый день ознаменовывался отстаиванием своих позиций, и вы не жили, вы выживали. Какой-то социум был у вас такой, знаете, который был не готов к принятию вас как личности. и поэтому, чтобы хоть как-то там держаться, хоть какую-то стабильность иметь, вы были и жертвой обстоятельств. То есть вас били, вы эти удары принимали, вы смирялись с этими обстоятельствами, где-то боролись, что-то потеряли по пятёрке кубков. Кого-то вы отсекли. Это было тяжёлое решение для вас. Отсечение чего-то вы здесь даже не вы, здесь от вас отвернулись многие. Вы пережили эту ситуацию, когда отвернулись многие. Потеря друзей, потеря коллег, которым доверяли. потеря доверия именно идёт, окружение, от которого вы не ждали удара. Вам казалось, что вы потеряли всё и какое-то время вы не видели вот этих двух полных кубков. вы не замечали, считая, что удача от вас отвернулась навсегда. Но нет, жизнь продолжается. рано рано или поздно к вам вернётся ощущение жизни, снова станет цветным, приветливым, позитивным. время, 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 знаете ли, лучший лекарь, да, и рано или поздно всё будет так, как должно быть, всё будет расставлено на свои места. Вы займёте, несмотря на столь жёсткое сопротивление социума, свою позицию, свой трон. Вы получите в итоге ту жизнь, которая изначально вам была предначертана. Но это счастье не дастся вам лёгкой ценой, карты сложные, пятёрка жезлов и пятёрка кубков. Река жизни, вот здесь он смотрит на реку жизни. Много воды утечёт до тех пор, пока вы выйдете в десятку кубков много-много воды. Что-то превратится в пыль, что-то унесёт вода, от чего-то вы сами отвернётесь, кто-то от вас отвернётся. Но новая жизнь вас впечатлит и поглотит настолько, что вы забудете о прошлом очень быстро. вам потребовалось, конечно, много сил, много энергии, но вы займёте достаточно высокую позицию карта сила. Лев, высокое положение, высокий статус, уважаемый человек, человек, умеющий делать правильные выводы из уроков прошлого и умеющий по пажу жезлов, умеющий не сдаваться и начинать с нуля. Паш, он в пустыне, пустота, ноль, только песок. Непростая судьба, непростая пятёрка пентаклей, трудный, тяжёлый период в жизни. Непростая судьба, но счастье будет. Счастье вас найдёт. Ваша удача ещё впереди. Не опускайте руки. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была для вас полезной. Огромная благодарность за донаты, за просмотры, за лайки, дизлайки, за то, что вы меня смотрите кто желает подписывайтесь, кто желает отписывайтесь. Мне важна любая ваша обратная связь. Всем пока, до новых встреч. до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...